Ужесточение миграционного законодательства уже приносит свои плоды. Результаты работы за первое полугодие 2015-го обсудили руководители территориальных органов МС России по Привожскому федеральному округу. В связи с последними событиями на юго-востоке Украины, одним из главных направлений в работе федеральной миграционной службы стал поток граждан соседнего государства, которые бежали и продолжают бежать от войны в нашу страну. И Нижегородская область не единственный регион России, где принимают беженцев. Если для беженцев из Украины процедура получения российского гражданства упрощена на государственном уровне, то нелегалам строят все более неприступные преграды. Незаконное нахождение на территории нашей страны приводит к принудительной депортации и запрету на въезд в Россию на несколько лет. Ужесточение всей системы контроля в этой области привело к увеличению количества выдворенных иностранных граждан. Федеральная миграционная служба активно применяет меру закрытия въезда тем иностранным гражданам, которые нарушают миграционное законодательство. И таких набралось за последние два года, кому бы закрыли въезд, около полутора миллионов иностранных граждан. Это в основном граждане Узбекистана и Таджикистана, но есть и другие граждане из стран ближнего города Берлия. Показатели по этому направлению работы федеральной миграционной службы выросли во многих регионах России, хотя стоит отметить, не в каждом субъекте все идет ровно. Что касается нашего региона, то работа нижегородского подразделения оценивается высоко. К примеру, по сравнению с 2014 в этом, из области депортировано почти в 10 раз больше нелегалов – около 200 человек.